то лучше, наверное, все-таки написать аккорд на тромбонах, а в алторной сверху немножечко добавить. И вот если бы он звучал без тромбонов. Ну не то, ну нет вот этого. Вот прям очень это слышно в этом моменте. Вот он, вот этот тембр, да? А вот вместе с тонаровым. Как можешь заметить, они, басовый тромбон чуть правее, тенор чуть левее, и они дополняют друг друга не только тембрально, но и в пространстве. В той же самой тональности. Да, никакой модуляции, ничего здесь не было, просто увеличение фактуры, увеличение яркости тембров за счет как раз использования тромбонов в составе шести музыкантов. Перекликаются они. Тромбоны недооценивать нельзя ни в коем случае, потому что они играют очень значительную роль в заполнении тембра. У них, как и у остальных медных инструментов, очень уникальный тембр и уникальное пространство. Я специально открыл тебе проект для того, чтобы продемонстрировать, как тромбоны могут работать в очень живом динамичном оркестре, и как вообще их можно использовать. Дело в том, что фактуру оркестр заполняет постепенно по диапазонам. Трубы всегда находятся сверху, и, соответственно, у них и характер ярко выраженный, вызывающий, всегда выделяющийся. Соответственно, тубы, они существуют для заполнения нижних частот. Это может быть как просто нижняя нота аккорда, как и контрабас в струнных. Также туба как в нижнем, так и в средних регистрах может выполнять самостоятельную мелодическую роль. Представь себе вот такую картину. Вот она проиграла мелодию, оркестр весь молчит. И после этого начинают какие-нибудь флейты, деревянные, духовые, медные, вступать аккорды. И сверху пошла скрипка. Эту же мелодию. Очень большое внимание нужно придавать именно ощущению от инструмента, как от его уникального тембра. Что касается валдорнов и тромбонов, если у трупы и туб всегда высокий и нижний регистр, то валдорн и тромбонов средний. И они между собой очень хорошо, прям замечательнейше дружат. Выполняют практически одну и ту же роль и звучат достаточно близко, потому что находятся в одном диапазоне. Но тембр у них при этом разный. И роли могут быть совершенно разные. И вот пример звучания валдорн в исполнении двух музыкантов. Библиотека, если что, Spitfire Symphony. А вот как звучат теноровые тромбоны. И на самом деле они, в отличие от валдорна, немножко сильнее выделяются и доставляют чуть-чуть побольше напряжения, какой-то мистики. И, кстати, если я использую после двух валдорн шесть тромбонов, то это будет сильно резко. Вот, допустим, я играю в валдорна вторые. И после этого тромбоны шестые. Но это сильно различает их на самом деле, поэтому, может быть, это как в качестве средства уразительности. Здесь, кстати, тоже в этом проекте будет просматриваться. Например, для перехода в следующую часть более яркую. Теперь сравни переход с авторых горнов к авторым тромбонам, а не к шестым. То есть похожим по составу, по количеству музыкантов. Мы слышим, как инструмент плавно перетекает из одного в другой, но при этом характер его меняется. Я сейчас сказал про ситуацию, когда они должны плавно перетекать из одного инструмента в другой, или даже неплавно, это зависит от ситуации. Но когда мы ими исполняем вместе, они замечательно друг друга дополняют. Вот как звучат... Давай вот здесь где-нибудь возьмем. Я все равно не дописал еще этот проект. И создадим тесно расположенный аккорд Волторнов. С хроматической медиантой, да, до минором. И дополним это тромбонами. Дело в том, что когда они друг друга дополняют, то есть когда и Волторны, и тромбоны играют в одном диапазоне один и тот же аккорд, их практически не слышно, они практически неразличимы. Поэтому для них существует очень важное правило, которое также используется не всегда, но очень часто, и ты сам поймешь зачем. А если ты поймешь зачем, значит ты поймешь, когда это можно использовать, а когда нет. Значит смотри, если ты хочешь дополнить тромбоны Волторнами в одном диапазоне, значит ты должен использовать в Волторнах тесное расположение аккордов, то есть вот такое. А в тромбонах широкое расположение аккорда. То есть у нас здесь аккорд Ля минор играет, да, у Волторна. Мы берем и прописываем тромбонами тот же Ля минор, только чуть ниже и в широком расположении. И получаем вот такой эффект. Ну давай допишем. Здесь у нас тоже будет минор, поэтому можно просто скопировать и поднять на полтора тона вверх. То есть вот как бы звучали просто тромбоны. И вот как просто трубы. И вот как они вместе. Они всегда очень шикарно друг друга дополняют, особенно если находятся тромбоны зачастую в широком расположении, а Волторны в тесном. Это только в тех случаях, если они играют в одном диапазоне. Если они будут играть в разных диапазонах, например, тромбоны ниже, а Волторны выше, то необязательно делать именно широкое расположение. Это будет звучать примерно так. Это будет более грозно, более заполнено, потому что нет освобождения. Вот эти аккорды ощущаются таким очень тесными, очень сжатыми, страшными. Соответственно, такой звук более свободный и более дополняющий друг к другу. Такой более разнящийся, более утяжеленный, когда весь оркестр ощущается гораздо массивнее, именно благодаря вот таким вот вещам, благодаря тесному заполнению двух очень значимых по тембрам инструментов. Не стоит забывать о динамике. Сейчас я проиграл это с помощью волнообразного движения динамики, то есть крещендо-диминуэндо. Но если мы просто их аккуратненько подгудим, то это будет еще интригующе, еще мрачнее, может быть, за счет того, что они не кричат где-то, это не какой-то кульминационный момент, а какой-то ожидающий. Или могу показать на примере перехода просто в мажор. Естественно, волторны немножечко затмеваются звучанием тромбонов, потому что у тромбонов все-таки чуть-чуть более выделяющийся тембр. Поэтому часто волторны делают чуть погромче. За этим нужно постоянно следить. Вообще, в принципе, когда ты заполняешь фактуру оркестровую, нужно очень много внимания выделять именно прослушиванию конкретных инструментов и задавать себе вопрос, достаточно ли они громко звучат, или не слишком ли тихо. И если мы не говорим о добавлении волторнов к тромбонам, тромбоны мы рассматриваем как совершенно иной тембр. То есть, если у волторна, например, сыграть вот такой вот загадочный аккорд, сам этот аккорд по своему строению будет очень мистический. Си, До, малая секунда и Ми это аккорд минорного наклонения, особенно в контексте ля минора, да, как тоники. И, соответственно, это очень напряженный мистический аккорд. В волторнах он звучит просто как аккорд. Ну, вот сейчас мы сравним с тромбонами, ты поймешь, что я имею в виду. В тромбонах он сильнее выделяет вот этот мистический оттенок вот этого мрачного аккорда. И, соответственно, на тромбонах часто прописывают подобные партии, когда нужно добавить вот эту вот вторую ступень или шестую ступень. Вот я сейчас так и сделаю. Я сейчас тебе покажу, что будет, если в горных будет играть эпичный ля минор. Ну, пускай будет вот такой вот мрачничок, да. Очередная прозвучала сейчас хроматическая медианта, фа минор, субмедиант в частности, да. И сейчас мы попробуем добавить тромбонами вот этот вот звучок мистики, звучок слабого такого напряжения, еле слышимого, но при этом сильно подкрашивающего. Понял суть? Вот без него, вот с ним. То есть, если мы возьмем и просто впендюрим это в волторны, это будет более напряженно, да, потому что один и тот же тембр, малая секунда в одном и том же тембре, это можно использовать, это тоже красиво, это тоже круто, но это сильно напрягает, да, то есть это больше ощущается как какое-то нагнетение, что сейчас что-то страшное будет. нежели, если я возьму это в тромбонах, и мы почувствуем не нагнетение, а просто дополнение вот это мистическое. Потому что тембр другой, он как бы не мешает этому, мы чувствуем, что это два инструмента, и они настолько вот аккуратно друг друга дополняют, да. Или я возьму здесь шестую ступень, тоже малую секунду с пятой. Но в этом случае, если ты хочешь сверху дополнить, например, голос к аккорду, вот подобный, да, шестую ступень, или какую-нибудь загадочную, вот эту повышенную шестую, то лучше, наверное, все-таки написать аккорд на тромбонах, а волторный сверху немножечко добавить. И давай рассмотрим, как тромбоны, волторный и все остальные медные инструменты, да и вкупы со всем остальным оркестром, выполняет свои роли в живом динамичном проекте. Соответственно, здесь вот у меня в шаблоне синим цветом обозначены все медные инструменты, и для тебя давай я сейчас выделю отдельно волторны, их тут здесь три, соло, два музыканта и шесть музыкантов, и отдельно выделю все тромбоны. Сеперируем. Вот здесь волторны, здесь тромбоны, и здесь трубы оставшиеся, да? А, ну здесь еще, конечно же, трубы. Давай мы сначала послушаем первую часть, и потом начнем ее разбирать потихоньку. Здесь в композиционном плане происходит представление мелодии, поэтому нет никакой переклички, ничего, только лишь изредка дополняющие как раз вот эти динамичные элементы. арфа со скрипкой, да? Здесь глокеншпиль тихонечко вылезающий, и контрабасик, да? Соответственно, немножечко заполняющий нижние тембры. Это стиль Джона Уильямса, когда контрабас играет на слабых долях, раз, и, два, и, та-та-та, проигрывает своим тонким, аккуратненьким баском. Но основной тембр несут здесь как раз тромбоны. Здесь выполняют заполнение фактуры тенор-тромбоны, выделяющие именно вот такие вот стакката. Здесь как-то можно заметить, у меня ключи на артикуляции. Если мы откроем библиотеку, мы можем видеть, как они изменяются в реальном времени. Давай проследим, может тебе это будет полезно. Изначально я ставлю марката, да? То есть вот этот ключ, он переключает штрих в процессе проигрывания. Марката, потому что нужно чуть-чуть погудеть, погудеть вот эти ноты. Затем выделите вот это вот мелодическое явление, да, которое должно быть отчетливо слышно. Если бы я его проиграл на другом штрихе, Тенута, например, да, или там же Марката, или вообще, или Легата, эти ноты не были бы так отчетливо слышны. И это тоже на самом деле стиль Уильямса, стиль вот именно профессионального голливудского такого оркестра, деликатного, когда каждый инструмент используется, по максимуму, в мере своих артикуляций, по мере, точнее, да, возможностей обогащения мелодии всеми штрихами, всеми артикуляциями. И таким образом тенор-тромбон у нас выполняет роль основной мелодии верхнего голоса, который очень ярко слышен. Но вместе с ним выполняет роль мелодии и заодно фактуры, видишь, здесь даже где-то четыре голоса идет, вот четырехголосные аккорды, выполняет роль басовый тромбон, причем соло, потому что секция звучала бы чуть размазаннее, но в этом уже не суть, можно использовать и секцию. Здесь я много пробовал, экспериментировал, решил оставить соло. То есть тут нет какого-то определенного, да, определенного, определенного правила. то есть вот они немножечко лей... лей... лейеринги... ну, е, да, друг в друга, играют по сути одно и то же, только тромбон подкрашивает немножко мелодию, который теноровый, вот этот, а этот заполняет все остальное, включая мелодию также. То есть вот как бы звучала мелодия без вот этого тенор-тромбона, только на басовом тромбоне соло. А вот вместе с теноровым. Как можешь заметить, они... басовый тромбон чуть правее, тенор чуть левее, и они дополняют друг друга не только тембрально, но и в пространстве. Соответственно, вместе с ними выступает басовый тромбон уже секция из двух музыкантов. Играет басовую линию как раз ту самую. Все. То есть эту часть полностью проиграли тромбоны. И заметь, в секции из двух музыкантов и солист. Самое главное здесь это басовый тромбон. Почему я выбрал его? Потому что у него тембр оказался более нужным мне здесь. то есть тут нет тоже определенной закономерности. Почему именно соло и почему басовый? Потому что библиотека в рамках именно этого инструмента звучит лучше в этой ситуации, чем какой-либо другой. Например, тенор тромбонами. Видишь, я решил здесь не писать аккорды. Хотя мог и тенор тромбонами, если бы у меня была, например, другая библиотека. Это тоже бы звучало более интереснее. Вот. А я оставил так. То есть это все свободное такое мышление, чтобы ты сильно не запаривался. Блин, а почему именно соло? Почему именно бас? Как лучше звучит? Главное, знай, что эти инструменты существуют. Главное, пробуй их тембры совмещать, и ты потихонечку будешь их запоминать и в будущем уже знать, как ты можешь их применять. Примерно так же я и сам рос со временем. Окей, что происходит дальше в композиции? Включаем все инструменты и слушаем. Давай вот отсюда, чтобы понятна была структура. Заметь, все тромбоны авторы, которые составят двух музыкантов, они молчат. И мы слышим более яркую часть в исполнении той же самой мелодии, в той же самой тональности. Да, никакой модуляции, ничего здесь не было, просто увеличение фактуры, увеличение яркости, тембров за счет как раз использования тромбонов в составе шести музыкантов. Но так же здесь еще дублируют мелодию. Трампеты, то есть трубы, в составе шести музыкантов и сольный трампет. Плюс прибавляются с левой стороны для заполнения пространства и тембров валторны, которых до этого не было. изредка, да, они появляются. Давай на их партию переключимся. Здесь, соответственно, во второй части, вот во второй части, этой всей части, начинается еще сильнее развитие. Мелодия идет в свою кульминацию. Здесь я напою условно. Мы опеваем вот эту третью ступень. Потом опеваем пятую ступень. та-та-та-та-та-та-та. А затем та-та-та-та-та-та. Вот это высокая нота, после которой мы идем только на спад. та-та-та-та-та-та-та-та. И завершаемся на тонике, завершая весь полностью этот период. Соответственно, это самая яркая нота, и здесь очень грамотно было бы расширить как раз и фактуру. пошло автосохранение, блин. Соответственно, мы видим, что трампеты играли здесь внизу, и вдруг начали играть вот на этих нотах выше. То есть инструмент, который сам по себе самый яркий, из всех тембров здесь, именно трубы еще и в составе шести музыкантов, очень ярко выделяющихся, он начинает играть выше. Взлетает арфа здесь, да, пошли тимпани в ударных, и мы можем посмотреть на расширение фактуры в волторнах. Здесь они чуть-чуть подыгрывали, вот я их тебе отдельно уже включал, да, и дальше эти волторны играют в аккорды. И помимо того, что эта часть еще дополняется разными инструментами, да, тромбоны А-2 меняются на тромбоны А-6, поэтому этого еще фактура у этих шестых тромбонов, смотри, какая громоздкая. они здесь практически основную, да, роль занимают в звучании. Только здесь вот, когда трубы уходят наверх, тромбонам не обязательно играть эту мелодию. И вот, как я тебе уже рассказывал, да, вот такие вот, такие вот мрачные аккорды, неоднозначные по звучанию, не минор, не мажор, а что-то вот такое с секундой, особенно на тонике, очень хорошо выражается в тембрах тромбонов. Дальше здесь идет часть на, в основном, мелодической перкуссии, чего? И тем не менее, мы можем заметить, что здесь подыгрывает какой-то тромбон. Я даже не помню, какой. Соло написано 25-й. Контрабасовый. Вместе с контрабасом, да, он здесь, получается, играет. А где контрабас у меня? Вот он. Перекликаются они. То есть задает небольшое движение, слегка заполняя нижний регистр. Тоже я его здесь добавил, скорее всего, сверху на контрабас уже. То есть, когда контрабас был, я подумал, что-то не хватает вот такого, было бы здорово. Если бы какой-нибудь тромбончик, вот этот жужжащий, да, подыграл снизу, и это здесь очень хорошо зашло, я решил оставить. То есть вот так это происходило. Вот, пожалуйста, да, снова момент, где очень грозно подыгрывают именно тромбоны. Дальше что происходит? Сплошные тубы. Вот ты, кстати, можешь услышать вот этот гулкий, да, тембр, немножечко размазанный, непонятный. Вот это как раз роль именно туб. Это на самом деле противоположный пример, когда играют все медные, кроме тромбонов, а тромбоны молчат. Опа, здесь вообще медные не играют дальше. Пошли струнные с фортепиано, с мелодической перкуссией, тональной перкуссией. И вот снова выкрикивают тромбоны. То есть, видишь, вот такие характерные моменты, где нужно подбодрить, где нужно задать мистику, или торжество, или грандиозность какую-то, да, или просто заполнить фактуру красиво. Это волторны и тромбоны. Можно просто волторнами, но без тромбона это будет скучно всегда. Если есть хоть не малейшая возможность добавить тромбоны, то я добавляю тромбоны. Такие вот дела. Здесь, соответственно, играют волторны вместе с тромбонами. По тому же принципу, что я тебе показывал. Можем даже зайти в партию. Вот партия волторн, и вот партия теноровых тромбонов и басовых тромбонов. То есть здесь перекликаются, видишь, басовый с теноровыми. Сначала проиграл басовый этот аккорд, затем он переключился на нижний регистр, на актового не спрыгнул, а теноровый, наоборот, пошел вверх. А волторны это все склеили, по сути. Вот волторны. Видишь, волторны немножко выше, чем тромбоны, потому что это будет звучать не очень хорошо, если тромбоны будут выше, волторны. Дальше пошла вот эта часть снова. Заметь, эта часть проигрывается абсолютно другими инструментами. Изначально ее играли только тромбоны. А сейчас ее играют в скрипке. Мощные, такие грандиозные, да, типа восстания, не знаю, уже революция, да, такое ощущение. Волторны. Это волторны в составе шести музыкантов. Очень, на самом деле, мощная вещь. Немножечко подыгрывает флейта, говорящая о том, что все здесь не настолько ужасно, да, такой прозрачненький, воздушный, легкий тембр на верхах, дополняющий, как ни странно, грозные медные духовые, но вот такая вот здесь у меня задумка. Здесь флейты начинают просто орать не в себя, потому что только так они могли бы перекликаться с волторными А6. И вот как раз переходный момент, снова пошли трампэты, да, это у нас трубы. Здесь пошел уже тромбон. Остались шести музыкантов с волторными. Волтор, на самом деле, дублируют скрипки. Если быть точным, то виолончели. Вот особенно вот этот момент, прислушайся, как он звучит грандиозно. И вот если бы он звучал без тромбонов. Ну не то, ну нет вот этого. Вот прям очень это слышно в этом моменте. Вот он, вот этот тембр, да. Ну, в общем, такие дела. Вот так примерно тромбоны в разных составах разного вида. Имеется в виду теноровые, басовые, да, тромбоны. Используются в разных ситуациях. Я думаю, что тебе примерно теперь понятно, как их можно использовать. И ты не будешь задаваться этим вопросом. Используйте с футбольное Pixel.